Революция 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 Кажется, что впервые за очень долгое время российская власть всерьез подставилась и вот-вот спровоцируется революционная ситуация. Или нет? Хотя, с другой стороны, какие бы ни происходили шоки в виде экономических проблем, мобилизации, неудач на фронте, серьезных ответов со стороны общества не происходит. То есть народ безмолвствует. Но как долго это безмолвие продлится? Возможно ли в России в обозримом будущем революция? Что к ней предрасполагает и что, наоборот, противодействует? Кто ее будет совершать? Какой характер будет иметь эта революция? Может ли она привести к развалу страны? Сегодня мы разберем эти и другие вопросы. Как вы понимаете, эта тема довольно сложная и требующая углубленных специальных знаний, поэтому я решил обратиться за помощью к экспертам. Сегодня у нас в гостях будут социолог Григорий Юдин, политолог и ведущий канала Рабкор Борис Кагарлицкий, социолог и один из авторов лаборатории публичных исследований Олег Журавлев, а также социолог и исследовательница российского пролетариата Карин Климан. В общем, сегодня будет базированный выпуск, так что устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Чтобы не прозевать революцию, подписывайтесь на наш YouTube-канал и на ресурсы Вестника Бури в соцсетях. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Все ссылки найдете в описании к видео. Ну а мы приступаем к теме революции. Что же такое, собственно, революция? Еще несколько лет назад у меня был ролик, где разбирались различия между госпереворотом и революцией. В общем-то, любая революция является госпереворотом, или, по крайней мере, его попыткой. Но не каждый госпереворот является революцией. Революция стремится к изменению политической системы, общественно-политического строя. Революция – это, если понимать в самом узком смысле, резкое, радикальное изменение системы. То есть, ну, фактически замена одной системы, институтов общественных отношений, экономических, социальных, политических отношений на другую, которая выстраивается уже в результате завершения революции. То есть, сама революция действительно поэтому ассоциируется с хаосом, с беспорядками, с насилием и так далее. На самом деле, опять-таки, проблема вовсе не в том, что революция обязательно должна сопровождаться хаосом, насилием, беспорядками и так далее. Просто сам переход от одной системы к другой, если особенно он происходит быстро, происходит в значительной мере стихийно, неорганизованно, а он не может происходить иначе, потому что старый режим, старый порядок, как правило, либо сопротивляется, либо просто сам рухнул, рассыпался, и в любом случае образуется некий институциональный, социальный, политический вакуум на какое-то время. И, опять-таки, отсюда понятно, что в этом вакууме возникают разные неприятные явления, которые и обычно обыватель ассоциирует с революцией. То есть революция – это когда матросы бегают по улицам и стреляют. Нет, революция – это когда сменяется одна система другой. Ну и, к сожалению, да, часто в процессе, по ходу дела, еще и матросы по улицам бегают и стреляют. Ну, а может быть, и не матросы, а кто-то другой. А может быть, и не стреляют, а может быть, и не бегают по улицам. Но, во всяком случае, возможно, какие-то неожиданные, не бытовые, непривычные события, которые обывателя пугают, раздражают и так далее. Причем не обязательно, что революция приводит к непосредственной смене общественно-экономической формации. Порой революции способствуют трансформации уже имеющихся общественных отношений. Например, во Франции понадобилось четыре революции, дабы этап за этапом доломать старые порядки. В России было две буржуазные революции в 1905-м, не победившая, и в начале 1917-го, закончившаяся победой. Ну, а банальные госперевороты, как совершаемые кулуарно, так и при помощи народных масс, при которых одна властная верхушка сменяет другую без системных изменений, ну, сколько таких было в тех же странах Латинской Америки или Африки, да и, в принципе, цветные революции относятся сюда же. Отдельная категория госпереворотов — это контрреволюционные перевороты в ходе которых к власти приходят силы реакции и стремятся совершить этакий бэкап и откатить прогрессивные достижения страны назад. Можно, конечно, долго рассуждать о том, когда же там генералы или Пригожин с Кадыровым свергнут Путина, чтобы установить четкий имперский рейх, но все-таки сегодня мы оставим в стороне вот эти вот вопросы кулуарные и даже вопросы контрреволюционные. Мы сосредоточимся на прогрессивных революционных процессах. Правда, все мы неоднократно слышали от своих знакомых в повседневной жизни, в быту, что революция в России, в принципе, невозможна. Ну, потому что в стране почти все терпиво. Никто не будет ничего менять, потому что, ну, всех более-менее все устраивает. А если уровень жизни упадет? Ничего не изменится. Вот смотрите, сама идея революции в российском обществе вызывает очень большой скепсис даже среди людей, которые гипотетически к революционным преобразованиям относятся с пониманием и даже с позитивом. Вот вы, как человек, погруженный достаточно глубоко в социологию, считаете ли возможной революцию в России в обозримом будущем? Да. Мы знаем, что революция обычно происходит тогда, когда их не ждут, что не означает, разумеется, что всегда, когда мы не ждем революции, она произойдет, но означает, что текущая какая-то спокойная ситуация вряд ли является здесь индикатором для того, чтобы предсказывать будущее. Помните, революция – это политическое событие в сильном смысле слова. Что это значит? Это значит, что революция открывает пространство того, что казалось вчера невозможным. Вы не можете предсказать революцию из того, что происходит сегодня. Из того, что происходит сегодня, вы можете предсказать только какую-то дальнейшую модификацию того, что происходит сегодня. А революция – это радикальный разрыв с тем, что сегодня происходит. Именно поэтому революции с помощью каких-то, не знаю, стандартных социологических техниканий предсказать невозможно. Просто по самой природе. Ну, если бы революция рассчитывалась как математическая формула, наверное, наш мир был бы гораздо проще. Я думаю, что он был бы гораздо тоскливее, в нем бы не было политики, а самое главное, никаких революций бы не было, потому что рассчитать такую формулу могут, разумеется, те, кто заинтересован в том, чтобы остановить революцию. Я всегда говорю, нельзя никогда планировать революцию, поэтому я ее никогда не исключаю, потому что она может возникать неожиданно, по очень мелкому поводу. Вообще говоря, революция возможна в том смысле, что есть определенные обстоятельства, есть определенные факторы, которые, как правило, предшествуют революции. У нас есть война, на которой гибнет много людей, которая истощает экономику, которая деморализует население, и которая увеличивает, усиливает ощущение того, что люди во власти, это люди какие-то не такие, как мы, потому что люди хотят мира, а власти продолжают вести войну, даже если по опросам люди там хотят поддержки России. Есть перспектива экономической стагнации, то есть люди будут жить хуже, они уже живут хуже. Несмотря на то, что экономика оказалась более прочной, чем предсказывали даже сами наши финансовые власти, все равно будет происходить ухудшение. Понимаете, про революцию все время приходится повторять один и тот же старый одесский анекдот, когда приезжий выходит на улицу и спрашивает одессит, а скажите, если я поверну сейчас за угол, там будет опера? Вы знаете, опера там будет, даже если вы не повернете за угол. И в этом вся суть. Революции происходят не от того, что кто-то захотел. И они не происходят тоже не потому, что вот кто-то их боится. Они происходят от того, что система зашла в кризис, что правящий класс либо исчерпал ресурсы реформ, либо по тем или иным причинам принципиально против реформ, не хочет их допустить и упустил тот момент, когда реформами можно что-то поправить или пустить процесс, что называется, эволюционным путем. И самое главное, когда правящий класс в любом случае потерял контроль над развитием общества. Это происходит не потому, что такого хотят революционеры, это происходит не потому, что этого хочет или наоборот не хочет правящий класс, это происходит потому, что уже все, пришло в ту точку, откуда нет иного выхода, кроме революционного. И в этом смысле революция вполне актуальна, потому, что нынешний кризис неолиберализма, причем как в глобальном масштабе, так и кризис его российской путинской версии, действительно свидетельствует о том, что моменты, когда можно нереволюционным путем менять ситуацию, менять институты, уже пройдены. Таких возможностей, к сожалению, нравится им это или нет, уже нет. Интересный момент кроется в том, что революции, даже в рамках такой марксистской терминологии, делятся как минимум на пять видов. Еще сам Маркс выделял буржуазные и пролетарские, они же коммунистические революции, а также некий промежуточный вариант, например, революции 1848-49 годов в Европе. Ленин попытался модифицировать схему Маркса, введя понятие народной буржуазной революции. От просто буржуазных народные буржуазные революции отличались классовым составом участников. Союз беднейших крестьян с пролетариатом. К народным буржуазным революциям были отнесены Парижская коммунная и Русская революция 1905-1907 годов. Этот тип в дальнейшем окрестили буржуазно-демократическими революциями. Еще позже были добавлены два других типа революций. Национально-освободительная, больше характерна для стран третьего мира, и народно-демократическая. И первый вопрос, который может возникнуть. Ну, хорошо, если мы предполагаем, что революция в России все-таки возможна, то какой характер она будет иметь? Ну, литература по революциям, прямо скажем, во второй половине 20 века стала очень объемной. И там много всяких разных теорий и подходов предложено. Но еще раз, даже исходя из такой литературы, сложно предсказывать какие-то контры будущего. Все эти подходы, они обычно занимаются тем, что они рационализируют уже происшедшие события. То есть в будущем политологи будут сидеть и, возможно, подгонять под какую-то типологию революции то, что свершится? Так обычно не бывает. То есть я не думаю, что будет буржуазная революция, потому что она уже произошла. И, собственно, они сидят у власти. И часть буржуази, которые бы хотели получить обратно свои позиции, они, возможно, и смогут что-то делать, бороться. Но это не будет революция, потому что тот же самый класс останется у власти. Ну, то есть нельзя будет это назвать революцией. Нет, нет, нет. Потому что революция – это полностью как бы когда система власти меняется. Поэтому, да, единственное, что может случиться, это пролетарская революция. Но будет ли это социалистическая, я не могу сказать, потому что, на мой взгляд, пролетари – это люди, которые придерживаются самых разных политических взглядов. И главное, сейчас они как бы мало думают о политике, несмотря на то, что они, я думаю, марксисты по своему существованию, да, по своему жизненному опыту, они марксисты, особенно в России. Они мыслят вот так, что вот главное – это неравенство, они мыслят в категориях класса даже. Вот это недавно. Но все равно бардак в головах, и нету никакой ясной политической картины, что такое социализм, что такое капитализм, что такое, не знаю, либерализм. Никто не знает. Большинство исследователей и марксистов, и не марксистов согласны вот с чем. Что во всем мире, включая постсоветское пространство, мы видим, что за последние десятилетия революции меняются. На самом деле революций довольно много. То есть кажется, что революции – это где-то там в прошлом, но на самом деле революций все больше и больше. То есть сегодня революций происходит больше, чем, я не знаю, 50 лет назад по частоте в мире. В чем разница? Разница в том, что раньше мы имели социальные революции. То есть революции, которые были нацелены на трансформацию социально-экономического порядка, всего порядка. Сейчас мы имеем революции, которые часто называют городскими, гражданскими революциями. То есть это революции, которые нацелены на смену власти. Есть какой-то плохой диктатор, который плохо обращается с людьми. И современные революции его опрокидывают и приходит кто-нибудь еще. При этом, как правило, порядок как таковой не меняется. Часто не меняются даже, не достигаются даже заявленные самими вот этими минимальными революционерами цели. Например, борьба с коррупцией. Далеко не всегда. И вопрос в том, конечно, это большая проблема, потому что это создает... Ну то есть это такая перманентная буржуазно-демократическая революция. Буржуазная революция все-таки добивалась многого. То есть менялся политический хозяин общества. Это уже была не феодальная прослойка, это была буржуазия. Все-таки существенно менялась структура сама политической власти, потому что появлялся парламент. У него появлялись большие полномочия. Парламент ограничивал исполнительную власть. Сейчас это какой-то новый тип революции. Революции, когда вследствие урбанизации и того, что люди живут в больших городах, то есть они не могут пойти в сельскую местность, как это было до протяжения 20 века, и там построить армию, подумать, какие у них цели, ввести там затяжную борьбу. Нет, что происходит очень быстро. Есть центр власти в городе, там сидят, собственно говоря, чиновники, есть люди недовольные и вот кто кого за быстрое количество времени. Конечно, хотелось бы возврата к социальным революциям, потому что если даже каждые пять лет устраивать революцию, которая меняет только лица в телевизоре, но не меняет сути, не меняет основ социального порядка, то люди быстро разочаровываются. Ну, часть людей входит во вкус и говорит, ну хорошо, вот у нас такой вот есть против абьюза власти такой механизм. Мы будем много протестовать. Но, конечно, люди, которые хотели бы перемен в социальном порядке, они в таких революциях начинают разочаровываться, и в революциях вообще. Ну вот, кстати говоря, даже среди части левой аудитории витает такое мнение, что если мы имеем дело не с чисто такой пролетарской социалистической революцией, то она и не нужна, и в ней как бы участвовать не нужно. Как ты считаешь, подобный тезис верен? И как ты к нему вообще относишься? Я думаю, что подобный тезис неверен. Конечно, революции созревают, созревают условия, которые делают революции возможными или вероятными. Но ведь сам по себе марксизм – это история о том, история марксизма – это история о том, как теория, которая предсказала революцию, или создала некоторую модель, в которой революции случаются неизбежно, эта же теория способствовала своему собственному воплощению. Марксисты были революционерами, и они, не теряя ни минуты, работали над тем, чтобы политизировать, мобилизовать рабочих, создать с помощью заводской дисциплины сплоченную партию, возглавить ее. И в этом смысле, конечно же, созревшие условия – это только половина дела. Вторая половина дела – это революционная тактика, революционная стратегия, это программа, это требования, это то, какие слои присоединяются в итоге. Вот этот удивительный тезис о том, что если у вас не случится сразу социалистическая пролетарская революция, то вообще вам делать ничего не надо, и уж точно не надо участвовать в никаких революционных преобразованиях, он выражает, ну, либо инфантильность, либо, как и странно, аполитичность определенных левых групп или просто отдельных людей. Потому что вы прекрасно же должны понимать, что революция – это процесс, это динамика, это определенная логика событий, которые катятся, что называется, как волна, и ускоряются, когда одно событие тянет за собой другое. И если бы, например, Владимир Ильич Ленин так рассуждал в 1917 году, то он, наверное, даже не стал бы из Швейцарии возвращаться в Россию. Потому что, ну, какая разница, в России же в февральской произошла буржуазно-демократическая революция. Зачем нам вообще во всем этом участвовать? И, опять же, ну, да, можно сказать, ну, Ленин поехал, чтобы превратить буржуазно-демократическую революцию в социалистическую. Есть только один вопрос. А какие были гарантии, что участие Ленина превратит буржуазно-демократическую революцию в социалистическую? Вот как он мог заранее это знать? А заранее он мог это знать только по одной причине. Он прекрасно понимал, что никакого водораздела нету, что это единый процесс, и развитие этого процесса может и должно, если правильно с этим работать, привести к социалистическим преобразованиям. А вот эти фазы, опять же, жестко разделили задним числом. Понимаете, фазы придумывают аналитики, потом, постфактум, а когда мы живем непосредственно в событиях, мы не то что посидим и думаем, так, 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 сейчас буржуазная революция, я посижу на диване, вот, ой, следующий день календарь открываю, о, на сегодня назначена социалистическая революция. Вот сегодня мы выйдем и пойдем участвовать. Но даже если мы предположим, что это вот именно так, да, что вот мы вот ничего не делаем, ни в чем не участвуем, а потом вот некий день икс, когда мы должны участвовать, или некая новая ситуация, где мы должны быть уже активны. А кто за вами пойдет, если вас не слышно, не видно, если вы ни в чем не участвовали, если вы не участвовали в общественных событиях, общественной мобилизации, которые произошли уже в процессе демократических преобразований. Понятно, что никакой гарантии, скажем, что демократические преобразования одновременно приведут и к социальным преобразованиям, нет. Если вы не будете в них участвовать, то тут есть гарантия, что эти преобразования не приведут к радикальным социальным изменениям. То есть, если люди, добивающиеся социальных, социалистических изменений в обществе, не участвуют в событиях, ну, естественно, они работают на то, чтобы именно таких преобразований не произошло. Вот и все. Поэтому речь идет о том, что, по сути дела, люди, которые высказывают подобный тезис, это консерваторы, это сторонники существующей системы, это противники борьбы против капитализма, потому что их устраивает нынешняя ситуация, а социализм – это некая далекая мечта или некая абстрактная утопия, которая существует в их сознании, но не имеет никакого отношения к их практической деятельности. Я думаю, что нельзя заранее предугадать, куда политически направятся люди. Поэтому в любом случае, если это действительно низовое движение, скажем, паралитарское движение, то обязательно надо в этом участвовать, иначе как? Вот придем, мы самый умный, мы знаем, что такое революция, мы знаем, что такое социализм, мы вас научим. Нет, не получится. Без самодействия с людьми, без того, что ты боролся бок о бок с людьми, ничего не получится, они тебе не доверят. Ну, то есть революцию пролетарской и социалистической делают во многом социалистические организации и некий вот такой вот фактор организационный и волевой. Ну, конечно, сколько было на Западе исследований про вот это чудо партии ленинского типа, которая смогла захватить власть. Самому этому устройству ленинской партии посвящены большие исследования. Потому что люди не понимали, как можно было создать такой инструмент для захвата, а главное для удержания власти. Поэтому, да, есть объективные условия и есть революционная тактика и стратегия и сам революционный процесс. Однако, как бы то ни было, мы все понимаем, что российская власть долго и упорно делает все, чтобы спровоцировать революционную ситуацию. Но есть и масса факторов, как довольно очевидных, так и менее очевидных, которые этой самой революции препятствуют. Судя по данным на 2014 год, россияне обладают высоким потенциалом для местного самоуправления, но готовы к претензиям на уровне политической системы только в случае крайне масштабных катастроф, таких как крах правоохранительных органов или экономической системы. Это подтверждают и данные Инглхарта, который пишет, что для антисистемных протестов в России ценности самовыражения не дают индивидам достаточной мотивации. То есть в массе своей ценностная установка в духе «я гражданин, моя душа и натура требуют протеста и перемен» у россиян, в принципе, встречается очень-очень редко. Это в том числе результат довольно длительного процесса деполитизации и, в принципе, уничтожения культуры протеста как таковой. Что уж говорить, если граждане вообще зачастую не воспринимают российскую власть как единую систему. В условиях, когда разные институты публичной власти оцениваются отдельно друг от друга, а не как составляющие одного режима, всегда есть возможность переносить ответственность, переводить стрелки между ними без особых последствий. Андрей Семенов. Распределенное бремя. Как россияне атрибутируют ответственность за выход из экономического кризиса. А что ей противодействует? Понятно, противодействует аполитичность. То, что люди живут, привыкли жить своей частной и профессионально-карьерной жизнями. они недолюбливают политику. При этом мы знаем, что деполитизация иногда очень быстро преодолевается в защитные дни. Вчера была политична, сегодня уже политизирована. Я считаю, это не вере людей в своих силах. В первую очередь, потому что пролетария на сегодняшний день и уже давно в России это огромное большинство. Поэтому, если они бы сплотились, реально могли бы перевернуть систему без проблем. Но проблема в том, что они не верят, что это возможно, что они могут на что-то влиять. Это всем известно. Впрочем, культура культурой, но есть и демографический момент. Россия это стареющая страна. Низкая рождаемость, молодежи объективно мало. А ведь именно молодые люди издавна были важнейшей силой революционных процессов. Опрос протестующих в 2019 году показывает, что с 2017 социальный состав протестующих сменился от представителей среднего класса в сторону молодых людей с более низкими доходами и социально-экономическими претензиями. Опрос участников политической протестной акции 21 апреля 2021 года подтверждает стереотип, что среди протестующих наблюдается значительная доля молодежи. Данные социологических опросов показывают, что среди остальных возрастных категорий молодежь ощущает себя наиболее неуверенно по поводу будущего. Она не удовлетворена политической системой и меньше всего доверяет политическим институтам. И именно молодежь демонстрирует наибольшую готовность к политическому участию. И вроде как это хорошо и даже внушает некоторые надежды. Но еще раз, молодежи в России, тупо мало. Еще одним фактором, выполняющим контрреволюционную роль, является атомизация общества и уничтожение самой культуры коллективных действий. Даже в советское время советский человек от рождения до гроба был вписан в коллективную деятельность, как в трудовую, так и в общественную. На Западе это профсоюзы, массовые рабочие партии, общественные организации и так далее и тому подобное. Но сегодня все это утрачивается. И в итоге мы получаем вроде недовольную молодежь, но во-первых малочисленную, а во-вторых в принципе не привыкшую к коллективным действиям. Возможно это первое поколение в принципе за всю историю России, которое имеет практически нулевой опыт в этом деле. Ну, если только не считать за коллективную деятельность какой-нибудь гамания в ДОТу. Если же говорить про действительно ну какие-то явно отсутствующие элементы, то это во-первых конечно то, что Россия очень атомизированная страна. Революция это коллективное действие как ни крути. И хотя в нем очень много загадочного с точки зрения текущего расклада сил, если вы смотрите на какие-то там классы, группы, то потом когда происходит революция, вы не можете понять откуда все это взялось. И революция порождает внезапно такое коллективное действие. Но все же какой-то исходный потенциал для этого коллективного действия должен быть. Это должна быть группа, это должно быть движение, которое может быстро консолидируется, но пока мы его в России не видим. Пока что наиболее близким конечно к этому было движение Алексея Навального. И я вполне могу допустить, что я не сказал своего последнего слова, но понятно, что там организационная структура, которую она создавала, в значительной степени разрушена. отсутствие накопленного опыта. Это тоже очень важно. То есть не так много у нас не было революции за последние много десятилетий. Можно считать 91-й год революции, кто-то считает, кто-то не считает, но это было давно, это было 30 лет назад. То есть не считая болотных протестов, которые все-таки довольно ограниченную часть людей вовлекли в коллективное действие. И не считая массового протеста против монетизации льгот. Нет накопленного от опыта коллективного действия. Если бы там каждые 4 года люди выходили бы с палатками, то другие бы на них смотрели, ага, мы знаем, что делать. Российское общество на сегодняшний день, к сожалению, это общество обывательское, мещанское, общество разобщенное. Я сейчас очень часто цитирую тезис Рустам Вахитова о молекуляризированном обществе, то есть даже не атомизированном, когда каждый человек сам по себе, а именно молекуляризированном, то есть общество разбитое на большое количество каких-то мелких групп, таких вот семей или каких-то групп друзей и коллег очень узких, не общающихся с другими такими же группами и так далее. Это общество, повторяю, с дефицитом солидарности, тоже известный тезис, который неоднократно у нас использовался, дефицит солидарности, общество, в котором очень трудно объединяться. Ну, и именно это объясняет пресловутую пассивность гораздо в большей степени, чем запуганность, о которой все говорят, потому что пугай, не пугай, в определенном случае люди вполне могут забунтоваться. Знаете, были режимы, которые пугали людей гораздо больше и гораздо более страшными вещами, чем современный путинский режим в России, тем не менее, против них восставали, то есть, дело не в страхе, ну, и тем более, не в памяти ГУЛАГа, на которую ссылаются наши либеральные коллеги, и уж тем более, не в русском царизме, или в монгольском ИГИ, крепостном праве, и так далее. Все это никакого отношения к действительности современной не имеет, ну, или имеет совсем ничтожное отношение. Важно то, что люди разобщены, не доверяют друг другу, не имеют опыта солидарных действий, но, во-первых, обстоятельства заставят, как говорится, никуда не денешься, а во-вторых, ну, да, какие-то перемены вполне могут начаться сверху, или с каких-то средних бюрократических звеньев, но худо-бедно, они все равно, нравится нам это или нет, начнут втягивать огромные массы людей, и надо понимать, что революционная ситуация, это тоже не что-то вот готовое, вот тоже раз, и вот вам готовая революционная ситуация. Она складывается постепенно, она может как бы интенсифицироваться, потом становится менее интенсивной, вот казалось бы, да, революционная ситуация не привела к революции, а потом снова революционная ситуация, вот Че Гевара, которого нельзя упрекнуть в том, что он как-то вот плохо разбирался в революциях, надо полагать, что он разбирался в этом лучше любого из нас, он сказал замечательную фразу, что зачастую предпосылки революции дозревают или в какой-то мере даже складываются в процессе уже самой революции. И, скорее всего, если в России и когда в России будет революция, это будет происходить именно так. Еще одним фактором, препятствующим революции в России, является развитие технологий, которые используются правоохранительными органами. Вон господин Прилепин некоторое время назад аж целый выпуск выдал про то, что революции в прежнем виде невозможны, что существование подпольных организаций тоже невозможно, так как их мгновенно вычисляют ФСБшники. В силу того, что сейчас возможности слежки за человечеством они усилились, упростились, усложнились. И это уже больше не работает. То есть этого нельзя, потому что этого нельзя. Мы прекрасно знаем, что, допустим, какими возможностями обладали разнообразные ваххабиты и прочие вот эти игиловцы запрещенные и все что угодно. Как они пытались в России свои ячейки организовывать. То есть это серьезно мотивированные люди с серьезными наработками в зоне противостояния со спецслужбами. И даже их мы все их нашли, развентили, разобрали, арестовали, террористов переловили и победили ту форму терроризма, которая оказалась вообще непобедимой многим. А она оказалась победимой. Поэтому какая политическая партия? А политическая партия должна разговаривать. Как только она начинает оппозиционной политической партии открывать рот и говорить, что я оппозиционной политической партии, ей тут же этот шуруп вкручивают. Какая-то оппозиционная политическая партия закроет свое халибало. Оппозиция тоже вот проблема. На самом деле в 2011-2012 году стала появляться новая новая оппозиция. Коалиционная. Состоящая из левых, либералов, националистов. Это была вообще хорошая идея. В итоге кого-то посадили, кто-то устал заниматься политикой, вернулся к отпускам и шоппингу из лидеров. Алексей Навальный стал полноправным лидером протестного и оппозиционного движения. Можно даже сказать, монополизировал в каком-то смысле власть. И поэтому очень легко было вывести Навального из игры, вывести из игры оппозиции. При этом начало складываться движение муниципальных депутатов. Низовое оппозиционное движение, состоящее из локальных активистов, таких как Лобанов. Но оно не успело, к сожалению, не успело, пока что не успело стать по-настоящему оппозицией. То есть стать массовым, еще более известным, еще более региональным, не только московским и питерским и псковским. Наконец нужно понимать, что долгое время путинская система планомерно уничтожала оппозиционные структуры разной степени радикальности, которые смогли бы сыграть организующую роль в революционных процессах. Левое движение понесло серьезный урон после болотных протестов. Левый фронт был разгромлен, анархо-коммунистические организации также понесли потери. Болотное дело, масса дел и попросту актов устрашения со стороны правоохранителей в регионах, все это способствовало тому, что массовое и способное выводить людей на улицы левое движение оказалось переломленным. Несколько лет назад эта же участь постигла и либеральный лагерь. Ты много изучал постболотное движение и совершенно верно указывал на то, что многие протестные активисты после 2012 года ушли в такие локальные протесты, малые дела, в профсоюзы. В общем-то, я одним из таких людей и сам был. Таким образом, мы как бы привносили политизацию в низовые протесты. Но вот тебе не кажется, что в 2023 году стало очевидным, что эта схема в такой долгосрочной перспективе провалилась. Ну, то есть, есть какие-то экологические протестные группы, борцы с уплотнительной застройкой, но все это не создало серьезной вот такой низовой базы для протеста политического. Да, но при этом, то есть, не создало, наверное, но при этом надо сказать, что вот мне кажется, что произошли все-таки какие-то важные вещи, но вот то, что движение локальных активистов в итоге соединилось с движением муниципальных депутатов. Это важно, потому что кто тебя представляет во власти, это уже очень политический вопрос. если я хочу, чтобы меня представлял вот этот, то потом я уже, может быть, не хочу, чтобы меня представлял Путин. А потом я говорю, что, может быть, нам нужна вообще другая система, более парламентская. Вопрос представительства на самом деле ключевой. Если активизм дорастает до вопроса представительства, то это политизация. На самом деле движение Навального осуществило поворот влево мышления и чувственности многих людей, потому что они стали левый популизм развивать. И несмотря на неолиберальную программу и неолиберальный и скорее экспертный пул экономистов, сам Навальный понял, что нужно расширять повестку и нужно обращаться к бедам. Да, и поэтому с 2017 года по нашим расследованиям на протест стало ходить все больше бед. Да, но, в общем, действительно это все медленно происходит. Что происходило, что, наверное, не очень странно, но провалилось, не провалилось, но очень медленно. Плюс ко всему сказывается и отсутствие апгрейдженной версии революционной теории. Мы вынуждены до сих пор в качестве ориентиров использовать условно Ленина. И хотя Ильич стабильно выдавал базу, но все же конкретные алгоритмы действий в конкретных реалиях российского капитализма 2020-х годов до сих пор не определены. Революции, конечно, бывали и без строгой теоретической стратегии, но очевидно, что лучше ее иметь, чем ее не иметь. Если мы говорим о революции, то в ней, конечно, есть очень сильно негативный элемент всегда, надоели просто сломать это, потому что больше невозможно и невыносимо. Но в то же время, чтобы мотивировать людей, нужен некоторый элемент позитивный и утопический. Он потом может не сыграть, революция вполне может ограничиться таким негативным элементом. И, собственно, может быть, самая сильная книжка про русскую революцию за последнее время, это книжка Артемия Бегуна, которая так и называется отрицательная революция, негативная революция. Поэтому в революции существует все равно негативный элемент, но в ней должно быть некоторое обещание. Потому что для того, чтобы двинуть людей вперед, вы должны преодолеть то, что в России сегодня господствует, и господствует такой нигилизм в том смысле, что как сделать жизнь лучше? Никак. Потому что жизнь лучше не бывает. Ну, то есть нет позитивной программы некой, нет веры в будущего. Да, совершенно верно. В России достаточно сильно такое отчаяние, которое маскируется под цинизм. Именно с этим связаны обычно попытки обесценивать примеры, не знаю, любых других стран, которым, разумеется, наносится критично. Если вы обесцениваете все вокруг, то это скорее говорит о том, что вы просто не хотите представлять себе ситуацию, в которой жизнь может быть устроена как-то по-другому. И вот этот образ другого, он, конечно, должен быть предъявлен. Если мы посмотрим на те революции, которые происходили в России в 20 веке, они, конечно, содержали такой образ. Это относится к февральской революции 1917 года, где взамен абсолютно закостеневшего абсолютистского режима, предлагался какой-то гораздо более современный, со ссылками на понятные образцы режим. Это относится к октябрьскому эпизоду 1917 года, который называют революцию, но который, конечно, строго формально был скорее переворотом. Но нужно понимать, что Ленин, конечно, предлагал, Ленин и его союзники, товарищи, они предлагали некоторый внятный образ. Более того, их более сильные конкуренты вроде СССР как раз погорели на том, что они, имея сильные и мощные идеи, которые были достаточно распространены, как раз какого-то ясного образа не предлагали, не предлагали движения от точки А к точке Б. Впрочем, сегодня, несмотря на изобилие факторов, которые препятствуют революции, все-таки есть и те, которые создают предпосылки к ней, и о них хотелось бы тоже отдельно поговорить. В общем-то, многим известна формула революционной ситуации, которую озвучил вечно живой человек с Красной площади. Для революции недостаточно, чтобы низы не хотели жить как прежде. Для нее требуется еще, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять как прежде. А какие факторы, на твой взгляд, способствуют революции и складыванию революционной ситуации в России? Ну, структурно, это, ну, главное, это то, что, пролетарят это огромная масса населения, во-первых, это большинство, и когда они будут о себе думать, как о большинстве, которое должно как-то влиять на решение судьбы своей страны, то, возможно, и революция случится, или что-то наподобие. это, во-первых, я не думаю, что бедность способствует, потому что, когда люди, это показали 90-е, потому что, когда люди бедствуют, то, ну, они в дерьме, ну, а что делать, надо выживать, в первую очередь, да? То есть, нельзя сейчас полагаться на обрушение уровня жизни, как на такой главенствующий фактор? Нет, это не главное, это, это как один из причин, почему недовольство накапливается, но это не главная причина революции. Еще есть острая сознательность социальное неравенство в России. Я думаю, что это да, это туда надо убить, потому что это уже люди об этом говорят, люди в этом убеждены, более того, все знают, что все об этом знают, то есть, это общее такое сознание, которое может служить основу для появления пролетарского или рабочего сознания. Давайте, если мы договоримся понимать под революцией некоторое существенное переустройство общественного порядка, просто правил, по которым живет общество, которое в том числе выражается в политической системе, но в целом правил, по которым живет общество, то, вообще говоря, в России есть некоторые очевидные предпосылки для этого. В чем они состоят? Они состоят в том, что Россия, как и любая страна, эволюционирует, и это плавное изменение, оно сегодня в России, очевидно, заблокировано. Мы в России сегодня имеем генократическую элиту, которая пытается сохранить тот образ жизни, который для нее приятен, и более того, она даже пытается не просто сохранить, она пытается реставрировать какие-то времена своей юности, агрессивно блокируя любые попытки более молодых групп притязать на какое-то плавное изменение. Вообще говоря, такое подавление общественной энергии как раз и создает сильные предпосылки для того, чтобы дальнейшее изменение носило не плавный характер, а революционный. Ну, вот все эти разговоры, которые мы видим, слышали в последнее время, по-моему, для того, что давайте, может, лишим молодых права голоса. Что-то они какие-то безответственные. Может, как-то без них обойдемся. Вот такие вещи, они на самом деле подталкивают к тому, чтобы дальнейшие изменения носили революционный характер. Ну, если вы не готовы меняться как-то плавно под воздействием существующих обстоятельств, то вы получите эти же самые изменения, но в более агрессивном ключе. Вот, собственно, рецепт, который часто вполне работает. Если мы посмотрим на революционные ситуации, то, ну, часто революции получают как раз такого рода режимы. Не всегда. Но часто революция получает как раз такого рода режимы. Ну, понимаете, какая-нибудь инклюзивная там либеральная демократия, мы можем как угодно там критически к ней относиться, но она не получает революцию. Почему? Потому что в ней содержится некоторый потенциал плюрализма. у них есть какие-то каналы для того, чтобы внутри себя меняться, для того, чтобы каким-то образом не статализировать конфликт. Если вы выдавливаете эти каналы, ну, вы получаете волну против себя. Опять же, у некоторых левых, которые начитались краткого курса истории партии, советского, сталинского и любых постсталинских версий этого краткого курса, есть представление, что главное, чтобы была уже готовая революционная партия, абсолютно сознательная, и чтобы у этой партии обязательно лидер был. Лидер, чтобы сразу в нем узнали, что вот это Ленин или Сталин, ну, или Троцкий, на худой конец. Ну, чтобы сразу узнали, вот он, вот, прямо вот готовый, да. Но, понимаете, даже вот я вам хочу сказать, что когда Владимир Ильич Ленин в апреле 1917 года приехал в Петроград, тоже вот не очень-то в нем признавали лидера революции. В общем, даже у самих большевиков были изрядные сомнения. Вопрос в том, как он действовал. И на самом деле, конечно, революционная партия, полноценная революционная сила, организация, не обязательно как партия, иногда это, кстати, принимает форму движения или коалиции, но в любом случае это революционное политическое образование складывается, опять же, именно в процессе революции и никогда, никак, ни при каких обстоятельствах не может сложиться заранее. Потому что просто, ну, это требует определенного специфического опыта, определенной специфической практики, вне которой вы просто не можете приобрести необходимые навыки. Вы можете прочитать все тома Ленина, все тома Сталина, все тома Троцкого, Че Гевару наизусть выучить, ну, что еще там, Мао Цзэдуна, все, вот всю библиотеку революционной классики XX века вот наизусть не поможет. Вообще никак. То есть, если вы не попытаетесь понять суть вот этой самой революционной ментальности, которая возникает только в процессе революционной борьбы, то эти книги вам не помогут. Эти книги вам помогут влиться в процесс, когда он начнется. Эти книги вам помогут понять процесс, когда вы в него вступите и правильно ориентироваться в этом процессе. Но они не сделают вас заранее без практики готовым революционером. Поэтому можно сколько угодно бить себя в грудь и кричать, революционер, пока вы ни одной революции не совершили, пока ни одной революции вы не участвовали, вы не революционер. Вы, в лучшем случае, человек, который читал много книг про революцию и либо их понял, либо не понял. Но что касается собственно предпосылок наличствующих в России, реальных наличствующих, это, прежде всего, конечно, чудовищный кризис всех институтов власти и кризис всей экономической системы, кризис, который не может быть разрешен в рамках этой системы. То есть, главная фундаментальная предпосылка революции это та самая невыносимая существующая социального, политического, экономического бытия. Это заставляет зачастую обывателей, зачастую даже и людей враждебно относящихся к идее революции действовать, действовать так, как они сами были не готовы действовать еще вчера. И, кстати говоря, в этом смысле действия власти, действия правящего класса, действующие элиты тоже могут оказаться факторами ускоряющими и порождающими революционные события, просто потому, что сам факт нарушения баланса, равновесия уже является важнейшим условием революционных изменений. Война это и те эффекты, которые она вызывает. Это ключевое. Да, это, конечно, ключевое. Вообще, надо сказать, что войны и революции, мы знаем, что войны и революции часто случаются или параллельно, или друг за другом. Но вот сейчас прошел год, а если пройдет еще год, люди начнут неизбежно спрашивать, зачем все это было. Все больше людей гибнет на фронте, происходит мобилизация, то есть гибнут не просто какие-то там кадровые военные, а могут погибнуть члены семьи. Происходит ухудшение жизни из-за того, что есть экономические проблемы. И все это большая проблема это для Путина лично, потому что он-то президент стабильности, и люди скажут, дайте нам нормального, настоящего Путина, который вот это все решает и происходит стабильность. вот эти факторы, вот эти факторы, да, и все это будет усугублять недоверие к властям, все это будет как бы для людей создавать ощущение, что это как бы не хороший Путичка. Коварность революционных процессов зачастую состоит в том, что они имеют характер таких подводных течений, то есть люди терпят, люди находятся в апатичном и аполитичном состоянии, некоторые из них даже лояльны власти, но недовольство копится, 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 и плотина стабильности в какой-то момент начинает рушиться. А вот что сейчас социологические исследования говорят касательно роста недовольства или, может быть, утраты лояльности к власти, как-то эти показатели поменялись в последний год, может быть, в последние месяцы. Вы, наверное, по социологическим исследованиям понимаете опросы общественного мнения. Ну, да, или, может быть, какие-то более глубокие работы обобщающие. Обычно в этом месте имеется в виду именно это, потому что там обычно есть такие соответствующие вопросы о том, насколько вы недовольны действующей власти. Я тут делаю обычно стандартные какие-то ремарки. Первое. Опросы общественного мнения не имеют никакого отношения к социологическим исследованиям. Это две разные области и ну, такой колоссальной путаницы между ними, как и России, нигде нету. Public opinion research просто является другой областью, чем sociology или там какие-то ее варианты. Почему это важно? Потому что они базируются в совершенно разных предпосылках. Следы общественного мнения имеют дело с изолированными индивидами, которым они вменяют наличие некоторых мнений. Для социологии, как для дисциплины, имеющей сильный критический бэкграунд, вся эта картина выглядит неуклюже. Во-первых, откуда вы взяли, что нас должны интересовать изолированные индивиды? Почему мы такой образ общества, стоящего из изолированных точек, принимаем за данность? Это первое. А второе, ну, конечно, социологи хорошо знают, что у людей, по подавляющему большинству вопросов, нет никакого мнения. И это то, с чем мы имеем дело сегодня в России, где вот эти самые опросы общественного мнения представляют собой не столько инструмент исследования реальности, сколько инструмент производства некоторой политической реакции. Ну, потому что, когда к тебе на улице подходит интервью и спрашивает, а ты, гражданин, поддерживаешь президента? И специально военную операцию, объявленную президентом? Или, может, ты того, мы получаем соответствующий результат. Поэтому из таких исследований вообще ничего нельзя говорить про какие-то революционные перспективы. Именно поэтому, кстати, опросы общественного мнения, это известная их проблема, что они абсолютно беспомощны для предсказания даже не революции, а просто каких-то больших протестов. Знаете, почему? Потому что человек, который идет завтра на протест, в нем вчера на тот же самый вопрос вам отвечало что-то другое. И это другое говорил, ну, конечно, я никуда не пойду. И напротив, если он вчера говорил, да, я прям всем недоволен, завтра, когда начнется заварушка, он скажет, ой, нет, пожалуй, это не про меня. Поэтому, когда мы имеем дело с каким-то коллективным действием, вроде там массовых протестов или даже революции, то в людях начинает играть совершенно другой политический эксперимент, совершенно не тот, который давал ответственно на вопрос. Можно ли, теперь вопрос, можно ли какими-то другими способами померить такую готовность? Можно. И тут действительно приходит на помощь социологии, которая, конечно, ничего не предсказывает, но все-таки кое-что может, какие-то тенденции может зафиксировать. И скажу вам, что те исследования, которые я видел, которые мы сами проводили в последние годы и которые я видел у коллег за последнее время, очень разные, но какие-то сходные мотивы в них есть. И один из этих мотивов, конечно, связан с этой пропастью, которая возникает между поколениями. и в то же время с запросом более молодых групп на какое-то другое устройство жизни. При этом очень важно, скажем, в наших исследованиях, когда эти группы предъявляли такой запрос, они при этом оговорились, что они не верят в это. То есть депрессивный такой нигилистический взгляд, он все-таки доминирует. Но важно, что они его предъявляют, во-первых, и во-вторых, что они все более-более критически относятся к такой, знаете, роли родителей или учителя, который говорит им «не смей, не лезь, это не твое дело». Вот она начинает, этот авторитет начинает оспариваться. Это для меня является более, скажем так, мощным сигналом, чем какие-то вот процентовки, которые дают вам вопросы общественного мнения. Значит, летше завтра в России будет революция? Нет, не значит. Но это, по крайней мере, некоторые более интересные информации. Ваша исследовательская группа сейчас достаточно активно изучает мнения и настроения россиян. Вот что социсследование диагностирует касательно роста недовольства и утраты лояльности власти? Это пока как-то проявляется? Мы всех наших респондентов разбили на условные три группы. Это сторонники войны, это противники войны и это не определившиеся. То есть не имеющие четкого мнения людей. А всех этих людей объединяет одна вещь. Они очень критичны по отношению к внутренней политике в России. То есть вот они во всем разные, но они постоянно критикуют то, что происходит внутри страны. То есть они критичны к тому, к внутренней политике, внутренним проблемам. То есть грубо говоря, у них разное отношение к внешней политике к войне, но вот это их объединяет. То есть между ними, если между ними будет вестись какой-то диалог между частью из них, между частями, то, как ни странно, то общее, что между ними есть, это критика внутренней ситуации в стране. Вот. И хотя люди не меняют отношения, ну вот мы опрашиваем второй раз тех же самых людей, которых мы весной опрашивали сейчас в России. Как правило, люди не меняют отношения к войне. То есть они не превращаются из сторонников в противников, там, из противников в сторонников, вот. Но они становятся более критичными по отношению к внутренним проблемам. То есть, да, недовольство, можно сказать, есть перспектива, что недовольство будет нарастать. Возникает, конечно, и еще один вопрос. А кто может стать главной движущей силой потенциальной революции в России? Фабрично-заводской пролетариат вряд ли, в отличие от той же Беларуси, он находится в крайне дезорганизованном состоянии на фоне деиндустриализации. Студенчество, про проблемы молодежи мы тоже уже говорили. Однако, в последнее время появилась новая сила в лице мобилизованных. Тут, как говорится, параллели с 1917 годом напрашиваются сами собой. Это люди, которые оторваны от привычных дел, они вынуждены воевать в несправедливой затяжной войне в условиях тотальной нехватки оснащения. По сути, в первые же месяцы после объявления мобилизации начались локальные солдатские бунты. Вот и все. Красавчики! На данный момент какого-то серьезного роста солдатских протестов нет, но чем черт не шутит? Ну вот сейчас у нас огромное количество мобилизованных. Могут ли они стать главной движущей силой революции? Или если нет, то кто, если не они? Вопрос, в каком качестве они станут такой силой? То есть, они же не могут сказать, мы мобилизованные, поэтому мы устраиваем революцию, будет революцией мобилизованных. Так не бывает. Они должны осознать себя в качестве какого-то коллективного субъекта. Это ровно то, о чем мы сейчас говорим, что пока не хватает в принципе коллективности, значит коллективного субъекта нет. Если они себя осознают как некоторого коллективного субъекта, тогда да, но в финале Первой мировой войны мобилизованным удалось объяснить, что они представляют собой часть большого коллективного субъекта, у которого есть некоторый исторический интерес. И тогда они начали действовать. Здесь вполне может случиться то же самое, то есть, если вы спрашиваете меня о том, может ли существующая ситуация, ну, скажем так, обрушить те консервативные структуры, на которых держат следующий порядок, я думаю, что может и обрушит. Но чтобы это обрело какие-то конкретные очертания, нужно, чтобы эти люди поняли, кто они оперируют. А вот это вообще-то функция, ну, исторически это функция вообще не совсем их. Это функция идеологов, которые должны предлагать некоторые объяснения существующей жизни. Вот если эти идеологи окажутся успешными, тогда да, тогда станет понятно, от чьего лица возможна такая революция. Я не думаю, что мобилизованные станут главной силой революции. Более того, скорее всего, в полной мере мы осознаем, каковы движущие силы этой революции, когда и если она начнется. Могу сказать, что, например, на первых этапах почти наверняка самые серьезные импульсы будут идти не снизу, конечно, не с самого верха, но возможно из среды той же самой бюрократии, которая находится в состоянии близком к отчаянию от некоторых элементов аппарата власти, ну, может быть, даже какой-то части элиты, какой-то части правящего класса, которые понимают, что что-то надо срочно предпринимать, чтобы выйти из текущей ситуации, в которой им ничего хорошего не светит, нужно как-то, что называется, а нужно как-то, что называется, разблокировать эту ситуацию, но при этом скажу вам очень важную вещь, что те силы, которые начнут процесс, те силы, которые засветятся в самом начале процесса, это далеко не те, кто найдет до его кульминации, и далеко не те, кто его завершат, и далеко не те, кто будут самыми главными, что называется, победителями в этом процессе, потому что, еще раз говорю, все будет происходить непосредственно в ходе самих революционных событий. Заранее ничего не готово, и никто ни к чему не готов и не может в принципе быть готов. Все-таки современная революция это всегда какой-то какой-то альянс, какой-то союз разных групп, разных классов и разных фракций одного мобилизованных конечно могут стать, потому что у них есть политический опыт, причем как правило негативный и фрустрирующий. То есть да, все будет зависеть от того, смогут мобилизованные связать свой опыт боевых действий с взглядами политическими, то есть смогут ли они провести связь между Путиным и бараком на войне или окопом. Если такая связь конечно ну она в общем есть неизбежно будет просматриваться, она есть не у всех на самом деле, то есть вот наши исследования показывают, что люди мобилизацию оценивают отдельно, политику Путина отдельно, а войну в Украине каким-то третьим образом. но тем не менее да, мобилизованные, но ведь есть еще семьи мобилизованных, это тоже очень важно. Мы помним, какую там важную роль солдатские матери сыграли в том, чтобы остановить Чеченскую войну. Есть мобилизованные, есть семьи немобилизованных. Армия, кстати, мне кажется, что многие военные против войны, потому что они понимают, что и армия не для этого в России не подходит. И вообще это там что-то все авантюра. Ну и конечно те люди, которые уже ходили на протесты, это тоже те, кто ходили на болотные и постболотные протесты, вот эти люди. И те, у кого сильно резко ухудшится жизнь. Вот эти категории. Если они найдут общий язык и политизируются, то в принципе уже такой коктейль революционный готов. Издавна повелось, что у нас, да в общем-то не только у нас в России, революционные события стабильно происходят в столицах. Но возможно ли, что центром революции гипотетической в России станет вдруг провинция? Понимаете, тут как бы у нас проблема с тем, что такое Россия сейчас возникла, и эта проблема сейчас будет усугубляться. Я вас призываю посмотреть на карту, которая существующая правительство Российской Федерации считает территорию Российской Федерации. Вы обнаружите, что на территории Российской Федерации идет война, вообще говоря. Часть этой территории захвачена. И это составляет большую проблему с точки зрения того, что такое Российская Федерация, где находится ее провинция, не провинция, центр и так далее. Все те объяснения или понимания того, что такая Россия, которые за последние 30 лет, они выкинут на помойку. К ним больше не удастся вернуться. Хорошо, это плохо, можно об этом спорить, но все, а с ними закончено. Не будет ситуации, при которой Россия просто вернется к самопониманию 2021 года, даже в той форме, в которой оно было зыбкой, непрочной и так далее. Поэтому этот вопрос потерял актуальность в такой форме. Если это вопрос про то, что в России есть чудовищная напряженность между центром и так называемой периферией, или как это в России принято называть, регионы, то это совершенно очевидно. И это одно из тех катастрофических неравенств, которые, в общем, разрывают Россию, которые, на самом деле, если угодно, являются предпосылками для будущего кризиса. Я сказал, что есть такие неравенства, которые искусственно асфальтируются действующим правительством, и такое асфальтирование приводит к тому, что в них просто энергия все сильнее скапливается. И территориальное неравенство, это, разумеется, одно из таких измерений. Понятно, что в России терпеть не могут Москву. Я вам, как москвич, скажу, что в Москве больше всего, может быть, ненавидят Москву. В смысле, символическую Москву, которая в Кремле сидит, потому что мало какой город в России настолько задушен с точки зрения местного самоуправления, как Москва. И вот эта символическая концентрация всех ресурсов в центре страны, конечно, все терпеть не могут, навсегда стало, и страна нуждается в децентрализации. Значит, будет ли эта децентрализация означать там какое-то реформирование страны, мы посмотрим, но запрос на нее сильный, а этот запрос говорит нам о том, что уже не так существенно, грубо говоря, где начнутся такого рода процессы. Они могут начать, не знаю, носить, например, центробежный характер, а потом чем-то закончится в Москве. Миф о том, что революции происходят в столицах, это результат неправильного чтения истории двух конкретных революций. Русской революции 1917 года, кстати, не 1905 года, а именно 1917, и до этого, естественно, Великой Французской революции. Потому что, да, Франция была сверхцентрализованной страной для своего времени, и все события разворачивались в Париже. Хотя, заметим, что революция в Париже произошла в том числе и потому, что в Париж съехались делегаты со всей Франции, которых сначала французская провинция выбрала в Генеральные Штаты. Немножечко, да? Если бы этих делегатов не было, не было бы клятв в зале для игры в мяч и так далее. Революция 1905 года российская в значительной мере происходила не в столице. Мы, конечно, помним Кроваево воскресенье 9 января 1905 года, но это просто было событие, которое всю страну как-то, что называется, взбаламутило, и после этого начались революционные выступления, собственно, реальные революционные выступления в других частях России. Собственно говоря, была, как известно, всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года. Это было главное событие, и происходило она как раз в основном не в Петербурге. Самым главным, опять-таки, политическим событием было московское вооруженное восстание в декабре 1905 года. Опять же, напоминаю, что это восстание произошло не в столице Москва, тогда не была столицей России. То есть, иными словами, революция 1905 года происходила как раз в основном в провинции. Вообще-то говоря, это относится, тем более, например, к китайской революции. Это относится, скажем, к югославской революции. Ну, мы понимаем, что там была вооруженная борьба, и партизаны, как мы помним, постепенно захватывали страну, и в конце концов пришли в столицу. Столица пала последней. Та же самая история, как мы помним, была и во время Кубинской революции. То есть, восстание охватило постепенно всю страну, и только потом уже революционеры захватили Гавану. Опять же, столица пала последней. Иными словами, большая часть революции, реальных революций, особенно в странах периферии, происходила не в столице. Столица была, что называется, последним оплотом реакции. Так что, думать, что все главное произойдет в Москве или в столице какого-нибудь другого государства, если мы говорим сейчас не о России, это тоже очень наивно, и это шаблонно. Может произойти в самых разных местах то или иное событие, которое станет, что называется, детонатором больших глобальных процессов. Ну, я даже почти уверена в этом, что это скорее в регионах, потому что сознание социального неравенства, о котором я говорила, намного более развито в регионах, и она касается еще и Москвы, потому что Москва считается ну, как бы царством богатых людей, ну, естественно, пролетария есть и в Москве, и в Петербурге, но это уже, наверное, не такое большое большинство, как в других регионах, поэтому я скорее думаю, что, да, революция, если случится, должна начинать с региона. Впрочем, когда мы говорим о революции в России, то нельзя игнорировать нарративы официальной пропаганды, внушающие, что революционные потрясения, и уж тем более потрясения на фоне военного поражения, приведут к гибели и распаду России. У нас с Олегом Камоловым уже выходил ролик касательно того, что распад страны маловероятен, хотя некоторые предпосылки к этому, конечно, имеются, но все же я не мог не задать этот вопрос нашим экспертам. Это тема, на самом деле, вокруг которой ходят многие пропагандисты сейчас охранителя. Революция это обязательно распад России? Слушайте, значит, распад России, я просто не очень понимаю, что это означает. Но вот смотрите, сейчас эти самые охранители, они занимаются тем, что они буквально своими руками наиграли войну на территории России. Вот просто одним решением они организовали войну на территории России. Уже война на территории Украины была катастрофой, но они своими руками, никто их не заставлял это делать. Они просто проголосовали и приняли решение, что теперь на территории России будет война. Сами это сделали. Ну, что значит распад России в этом смысле? Будет ли там Украина пытаться отбить Запорожскую область? Будет, конечно. Это распад России? Ну, вот вы тогда сами этот распад России себе и наиграли. Значит, если вопрос стоит в том, как нам жить дальше вместе, то это осмысленный вопрос. На этот вопрос придется искать некоторое основание. Все, старые больше не сработают. Те, которые работали, они будут полностью декредитированы в самое ближайшее время. И нам придется на этот вопрос отвечать, и ответ может быть разным для разных субъектов, которые еще тоже будут складываться, для разных территорий и так далее. Кто-то может решить, что нет. Он, кстати, может ошибиться при этом, но по факту вы просто, ну, история будет судить сама. разумеется, какой-то такой, ну, мощный тотальный распад, мне кажется, не в интересах никаких периодных субъектов, ну, просто потому, что мы не видим в подавляющем большинстве случаев какой-то прям вот тяги к тому, чтобы разбежаться. Мы видим скорее тягу к тому, чтобы союз распоряжаться собственной землей и собственной жизни. Это нормальная тяга, и она, вообще говоря, не требует обязательного распада. Но это больше про местное самоуправление, нежели про какой-то распад единого государства. Ну, это местное самоуправление, но в сильном смысле слова, не в том вот инвалидном, который сегодня ему был приписан, да, что это про лавочки там и дворики. Нет, ну, слушайте, там, хрестоматийный уже пример, да, ну, разумеется, хабаровчаги должны с нами разбираться кто-нибудь губернатором. Какого черта Москва в это лезет вообще? И это не совсем местное самоуправление. Это самоуправление в каком-то сильном смысле слова. Это просто нормальное демократическое руководство собой и своей жизнью. Вот, для того, чтобы это организовать, Россия, конечно, должна стать федерацией. Федерализм это такой спящий рецепт, который заложен, на самом деле, в России. Он не раз спасал страну чисто исторически, во-первых, федералистские идеи возникали в России. Да, с оглядкой на существующие примеры, но некоторые важные идеи по существованию разных сообществ, они русскими мыслителями предлагались. И каждый раз они потом помогали страну удержать. Да, потом там происходил откат, и этот откат был в какую-то централистскую сторону, но вот сейчас мы видим этот откат в параноидальной форме, где как там Владимир Путин объявил Ленина бомба, бомба, да, да, да. Ну, я не буду даже оценивать адекватность этого суждения, просто видно, что у человека параноидальный страх перед любым федерализмом. А страха быть не должно. И то, что в России раз за разом этот федерализм пробивается, говорят о том, что это некоторая мощная и сильная тенденция, которая существует внутри страны. Я думаю, что полный кризис этого абсурдного абсурдизма и централизма приведет к тому, что мы дозреем до того, чтобы построить нормальную федералистскую модель. И это будет естественным решением. Оно, с одной стороны, даст людям достаточно свободы для того, чтобы определять собственную жизнь, позволит прояснить отношения между теми частями страны, которые чувствуют себя жертвами имперского угнетения и метрополией, которая занималась этим самым угнетением. И в то же время позволит сохранять достаточно устойчивые отношения друг с другом, которые не потребуют обязательно огораживания границами, уж тем более перестрелок по границам и так далее. Сейчас это кажется возможным, но нужно понимать, что, конечно, ситуация будет... Контекст, в котором это придется делать, он будет ухудшаться, и я просто обращу ваше внимание на одну вещь сейчас. Знаете, как устроена российская армия? Это не современная армия по своему социологическому устройству, потому что обратите внимание на все эти мобилизованные батальоны, которые кому жалуются. Они приезжают туда куда-то в зону боевых действий означает, кому жаловаться? Губернаторам. Губернаторам. Да, они жалуются губернаторам, совершенно верно. Что это означает? Это означает, что российская армия соткана из таких локальных фактически вооруженных группировок, которые сохраняют свою связь с губернаторами. Представьте себе, что итальянская армия была бы, вот у нее был кусок севера, а кусок из юга, они не перемешивались. Ну, это просто рецепт для гражданской войны. Она будет у вас губернаторами. Будем надеяться, что в России сила напряжения между этими частями не настолько сильная, чтобы пройти гражданскую войну. Вообще, это катастрофическая предпосылка, что у нас каждый губернатор или каждая региональная элита сейчас хочет заиметь себе под предлогом всего вот этого вооруженное формирование, которого она потом будет отбиваться от соседей. Просто не надо закрывать на это глаза. Это делают сейчас вот те самые охранители, про которых вы говорили. Вот они сейчас буквально закладывают бомбу под страну. Хочется задать вопрос. Революция это обязательно распад России? Да нет, конечно. Почему? Вообще, на самом деле, на самом деле, ведь целью революции всегда было создание дееспособного сильного государства. Вот. На фоне войны мы видим, насколько в некоторых сферах российское государство оказалось неэффективным, коррумпированным, а при этом с точки зрения силового измерения, да, государство очень репрессивное, очень централизованное. Вот. И можно туда и по-другому поставить вопрос. А если революции не случится, если общество не построит в себе более демократическое, более федеративное или конфедеративное и более эффективное государство, может быть, тогда страна начнет распадаться. Вот. Поэтому нет, революция это не всегда означает распад страны или распад государства. Революция часто объединяет, вот, например, французская революция объединила Францию, русская революция 1917 года, ведь это же была революционная борьба, борьба с гегемонию, в которой жители республик, будущих советских республик, они решили вполне рационально, что с большевиками им будет лучше, потому что большевики предлагали что-то, чего не могли предложить, в том числе, в том числе, этнонационалисты какие-нибудь. А вот. Революция это обязательно развал России? Потому что этот нарратив сейчас охранительская пропаганда продвигает, ну, можно сказать, как один из основных. Ну да, потому что люди, ну, в России всем известно, да, что боятся крови, боятся революции, боятся распада страны, дестабилизации и все такое. Поэтому понятно, что власть использует такой аргумент, но я не думаю, что это обязательно означает распад страны, я думаю, наверное, если нет революции, это скорее более вероятно, что распадется страна, потому что сейчас вместо социального недовольства, да, по социальным вопросам, мы видим, что национальное как бы разделение страны. еще еще один нелепый миф о том, что обязательно должен произойти распад России в процессе революции, ну, или вообще он должен почему-то в принципе произойти. Откуда это взялось, тоже понятно, от того, что в 1991 году распался Советский Союз. Ну, во-первых, он распался, как мы знаем, не в результате революции, а по совершенно другим причинам, а именно потому, что бюрократия и те, опять же, уже новые буржуазные элементы, которые вокруг нее складывались, решили приватизировать собственность и в процессе приватизации собственности разделили зоны, так сказать, зоны и сферы влияния, чтобы удобнее было вот эту всю собственность, как говорится, распилить. Я уже говорил, что к ситуации нынешней России это не имеет большого отношения, правда, отчасти это даже плохая новость, потому что, я вам скажу, сейчас экономика такая, что особенно пилить нечего, это другая совершенно ситуация, в конце Советского Союза было огромное количество всякого достояния общенародного, которое можно было даже неэффективно использовать, захватить и продать, и присвоить, и так далее, то есть, даже если вы разрушите в процессе заводу, все равно получите груду металлолома, которую можно все равно очень выгодно продать, в том числе за рубеж, то есть, вот это вот разрушение тире приватизация, это было очень важным стимулом, и повторю, если бы не было поставлено задачи приватизации, то и распад Советского Союза был бы невозможен и не нужен никому, современная Россия уже все давно приватизировала, это экономика трубы, это экономика вывоза ресурсов, это экономика, которая в силу этого же обстоятельства, что нужно вывозить ресурсы, нуждается в инфраструктурах и в связи между регионами, потому что, скажем, для того, чтобы что-то вывезти из Башкортостана или Татарстана в Китай, вам потребуется инфраструктура всей остальной России к востоку от Казани, условно говоря, а для того, чтобы вывезти что-то из того же Башкортостана на запад, вам понадобится та же самая инфраструктура, только уже к западу от Казани и так далее, иными словами, никакого распада не будет, вполне возможно, будет борьба региональной группы за господство или за влияние в центре, но это, опять же, не про революцию, это про кризис политической системы, который тоже возможен, но это не революционный ход событий, революционный ход событий как раз Россию консолидирует, поскольку поставит общенациональные, федеральные, я бы сказал, общенародные в каком-то смысле задачи. Впрочем, ничто в мире не предопределено, и да, вполне возможно, что революции в России не будет, либо она будет настолько слабой, что ее достаточно быстро подавят, и от этого не будет какого-то эффекта, но тогда что же будет с родиной и с нами, и может быть, будет такая прекрасная Русь-Иран будущего? Давайте допустим, что революции в России не произойдет, что тогда, на ваш взгляд? Какие варианты может быть сценарии возможны здесь? Думаю, что если революционных изменений не происходит, то действительно мы будем наблюдать постепенную, может быть, очень быструю деградацию и превращение всей этой территории в зону бедствия. Зону бедствия, которая, кстати говоря, может быть, не ограничена территорией нынешней Российской Федерации. Кто нам обещал или кто нам гарантировал, что во всех остальных странах все будет безусловно хорошо и благополучно. Кризис неолиберализма это глобальный кризис. Это кризис всей мировой системы. Вот той самой мир-системы, которая, по мнению Эммануила Валерстайна, возникла в 16 веке и которая, по его же мнению, доживает свои, что называется, последние, если не дни, то годы уже в 21 веке. Ну и понятно, что тут вообще решение России. То, что может и должно произойти в России, это часть глобального процесса. Если этого не произойдет, ну кто знает, может вообще человечество погибнет, или более вероятно опустится в новые темные века. И это будет не проблема России уже, это будет проблема всего человечества. Но я думаю, что этого не будет. Ну, один из сценариев вы сейчас описали, это вариант распада. Потому что, понимаете, если, ну грубо говоря, если вот эта группировка, которая сейчас находится у власти, она продолжает такими репрессивными способами давить просто спокойное развитие страны, то и мы там предполагаем, что этого самого революционного переворота не происходит, вот такие-то куски просто начинают отползать в стороны предсказуемым образом, потому что жить в этом становится невозможно, они начинают мобилизовываться на местах и начинают в стороны расходиться. Это один из вариантов. Там, я могу себе представить, например, вариант с тем, что страна скатывается в тяжелый террор, и уже после этого происходит там, происходит одна из тех вещей, о которых мы говорили раньше. Нужно понимать, что революция, еще раз, в смысле радикального изменения принципов общественного устройства, сегодня самый лучший вариант для нас. Все остальные варианты гораздо хуже, намного хуже, они намного более кровавые, намного более жестокие и могут привести к тому, что мы просто не соберем все вместе. Если нужно эту идею, эту революцию сформулировать, то мы сейчас оказались в режиме, который, строго говоря, с точки зрения классической политической теории называются монархией. Это ситуация, в которой не просто у одного человека есть абсолютная власть. Просто загляните в конституцию, вы увидите, что нет ничего, чего он бы не мог сделать. Вы не представите себе ничего, чего он бы сделать не смог по этой конституции. но вот эта иерархичность пронизывает всю страну сверху донизм. Просто подумайте о собственном опыте. Вы всюду видите этих самодуров на местах, в организациях, главврачей в поликлиниках, директоров в школах, кого угодно, которые в принципе давят любую инициативу снизу. Для того, чтобы какую-нибудь идею предложить, вам все время нужно искать какие-то ходы, выходы с кем-то договариваться, кто знает кого-нибудь чиновника и так далее. И вот эта иерархичность страны это не просто политическое устройство. Это то, что душит любую креативность в невероятно креативной стране сверху донизу. Вот это должно стать жертвой революции. Вот это нужно перевернуть. Потому что это не просто политическая система, это общественное устройство искаженное сверху донизу. И результатом конечно станет раскрытие просто творческого потенциала страны, включение гораздо более широкой инициативы, включение способности людей и желания людей, которые на самом деле присутствуют вполне, заботятся об общем деле, заботятся о своей собственной земле, о своем собственном городе, ну и в пределе о собственной стране. Вот это должно быть смыслом этой революции. Это будет действительно радикальная смена просто принципов общественного устройства. Она выразится в одной очень простой вещей. Нам станет легче дышать. Всем нам станет легче дышать. Субтитры создавал DimaTorzok